Карта должна была пройти плановая операция, мы обещали, что к 10-му числу он будет в абсолютном порядке. А на 17-й уже был назначен Вишневый сад, на 21-й игроки, потом должны были быть до съемки Ивана Грозного. И надо сказать, Евгений Александрович относился к операции довольно легко. И казалось, вовсе не беспокоился за ее исход. Пока врачи им занимались, Ирина пошла погулять. А часа через два вернулась к нему в палату и села около его кровати. И Евгений Александрович сказал, езжай-ка ты домой. Ну что здесь сидеть? Приедешь завтра утром перед операцией. И чтоб тебе не было скучно, я тебе позвоню сегодня вечером. Но жена решила дождаться Терри Льюиса, это врач, и переводчика из нашего посольства. Вошел врач Терри Льюис. Они познакомились. Врач был очень приветлив. Разговаривали о ней через переводчика. И, как принято, доктор стал объяснять возможные последствия операции. Он взял лист бумаги, ручку и нарисовал сердце и сосуды. Рядом стоял переводчик нашего посольства, который переводил все дословно. Врач говорил так достаточно заученные фразы, потому что он оперировал, видимо, много. И он стал говорить, что, значит, вот посмотрите, вот сосуды, да, вот ваше сердце. Но я хочу вам объяснить, стал говорить доктор, что в любом случае будет операция или ее не будет, как бы она ни закончилась, вы должны понимать, что жизнь человеческая, она все равно заканчивается. Вы все равно умрете рано или поздно. То есть вот в этом смысле хотел объяснить доктор. Ну, а поскольку перевод был дословным, то Евгений Александрович дословно и воспринимал. Я ничего понять не могла. Я просто посмотрела на вот этот монитор, на котором показывали кардиограмму, да, который показывал кардиограмму, и вдруг меня куда-то потащили за какую-то ширму. Я ничего не понимала, что происходит. И я только успела посмотреть еще раз на этот монитор и увидела, что там прямая полоса. Евстигнеева срочно повезли в операционную. Четыре часа ожидания. Ирина сидела у окна и смотрела через внутренний дворик на окна реанимационной. Туда Евстигнеева должны были привезти после операции. Открывалась сто раз дверь, входили, выходили какие-то люди, поддерживали меня, кто-то хлопал по плечу. Вот, в основном я общалась с переводчиком из посольства. Потом вышел Терри Льюис. Он подошел ко мне и сказал, что я должна держаться, потому что Евгения Александровича больше нет. И я говорю, как это? Я поверить в это не могла. А что нужно? Он говорит, мы его отключили от аппаратов, поэтому все, уже ничего не сделать. Со мной началась истерика, потому что... Я не могла в это поверить. И я стала говорить, немедленно включите все обратно. Что может спасти, на что он мне сказал, ну, донорское сердце. Я говорю, ну как же так вообще, зачем вы его отключили? Я буду звонить друзьям в Австралию. Мы найдем, подержите его несколько дней. Давайте что-нибудь придумаем. На что мне было сказано, что этого не было в контракте, что такой исход надо было обговориться ранее, что теперь уже ничего не сделаешь. Теперь уже поздно. Интересно, понимал ли этот врач, что в его клинике был гений? Грандиозный, неповторимый русский актер, которого уже, наверное, никогда больше не будет. Вряд ли. Какая все-таки странная, мгновенная, непостижимая смерть на чужой земле, среди чужих людей. Говорящих на непонятном языке бред, полный бред. Эта смерть была абсолютно нелогична, она была абсурдна. Спокойный, веселый, замечательный человек умер сразу после того, как ему нарисовали его сердце и сказали, вот, вот так вы можете умереть. Наверное, найдется много версий, объясняющих случившееся, но мне, пожалуй, ближе та, которая принадлежит жене Евстигнеевой Ирине. Его гениальное воображение. Просто гениальное воображение. Наверное, он представил себе свою смерть. Ну, представил и все. И он вошел в эту смерть, как в очередную роль. Вот так просто и гениально. Как всегда. Раз пчела в теплый день весной Свой пчелиной покинув рой Полетела цветы искать И нектар собирать А внизу по траве густой За ней гусеница с тоской Все ползет, устремив свой взор На пчелу и простор И от страсти сгорая Она со слезами сказала Я люблю тебя, пчелка Ответь, как с тобой улететь И вздыхая все ох и ах Тонет гусеница в слезах А над нею жужжит пчела Как всегда весела Никто не знает, что он испытал перед смертью. Но у него на лице осталась улыбка Казалось, он играет новую роль Ведь он не знает, что он умер И не узнает никогда Тут сейчас по телевизору передача была про меня Да, сообщили, что я умер Вот как По какой программе? По первой Значит, завтра повторят Мы обязательно посмотрим Спасибо Да нет, не надо Я жив, понимаете? Я понимаю, понимаю Что нам делать? Да ничего не делать Просто имейте в виду, что я жив и здоров Ясно Я все передам Я не знаю, что я жив и здоров Я не знаю, что я жив и здоров Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»